Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Проложили новый маршрут для самарских любителей туризма. Общественная палата региона подвела итоги автопробега по маякам в европейской части России. Жители Куйбышевского района жалуются на качество горячей воды. Как эту проблему решают теплоэнергетики. Вкусный и полезный овощ. Тыква придает блюдам особый вкус и аромат. Расскажем, как приготовить тыквенный суп и оформить его подачу. Евреи во всем мире начали отмечать Рош-Хашана или Еврейский Новый Год. Это один из наиболее важных праздников в иудаизме. Как самарские евреи встречают свой религиозный праздник. Футбольные команды Самарской области сыграли свои матчи в пятом туре группового этапа Кубка России. Эти и другие новости спорта в нашей рубрике. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Павловского отделения Сбербанка Натальей Цайтлер. Обсудили перспективы сотрудничества и возможность реализации проектов в сфере образования, туризма, медицины, транспорта, благоустройства территории и социальной сферы. Такое взаимодействие будет направлено в том числе на реализацию программы социально-экономического развития Самарской области. Самарские педагоги вошли в число победителей конкурса на присуждение премии президента лучшим преподавателем в области музыкального искусства. Среди 150 лауреатов из 49 регионов преподаватель детской центральной хоровой школы Светлана Ярастова и преподаватель детской музыкальной школы имени Кабалевского Наталья Балашова. В преддверии Дня учителя педагогов детских школ искусств поздравила руководитель городского департамента культуры Татьяна Шестопалова. Подробности расскажем в сюжете. Они воспитывают профессиональных музыкантов, прививают детям не только любовь к искусству, но и базовые человеческие ценности. В Самарской публичной библиотеке в преддверии Дня учителя поздравили педагогов музыкальных школ. Среди гостей праздника Наталья Балашова, преподаватель детской музыкальной школы имени Кабалевского. Она учит детей игре на баяне и аккордеоне, а также руководит оркестром русских народных инструментов. В этом году Наталья Балашова получила премию президента России в области музыкального искусства. Знаете, никогда не задумываешься, когда вкладываешь себя в труд с детьми, никогда не задумываешься о том, что когда-то тебя кто-то отметил. Ты просто это делаешь с душой, с сердцем, очень посвященно, кропотливо, через пот, слезы, радость. Просто я люблю свою работу. Не только профессиональные, но и личные качества Натальи Балашовой отмечают родители ее учеников. Лилия Лаганова пришла поздравить педагога с наградой. Сейчас ее сын Алексей уже студент Академии Гнесинах, неоднократный победитель мировых музыкальных конкурсов. Здесь не просто вот это воспитание именно музыкальное было. Здесь еще, кроме того, и воспитание как человека. И, конечно, многие качества, которые у него, там, ответственность, трудолюбие, огромное трудолюбие. Это благодаря Наталье Евгеньевне. Ну и, конечно, порядочность, честность. То есть все, что есть в этом педагоге, естественно, впитывают и дети. Очень благодарна тем людям, которые, скажем, заметили этого скромного педагога с огромным мастерством, с огромным таким вот возможностям в профессиональной сфере. Премию президента получили 150 преподавателей из 49 регионов страны. При выборе победителей эксперты ориентировались на результаты обучения учеников и наличие внедренных авторских методик в образовательный процесс. В Самаре обладателями премии являются четыре педагога уже с участием Натальи Евгеньевны. Конечно, не просто пройти конкурс. Это участвуют все субъекты Российской Федерации. И, безусловно, мы гордимся каждым педагогом. Служение детям, служение Отечеству – это очень важная миссия. Высоких результатов удается добиваться, в том числе благодаря национальному проекту «Культура», в рамках которого музыкальные школы оснащают инструментами, нотами, техническим оборудованием. Наш дружный коллектив в Самаре – 34 школы. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Всегда видим новые горизонты. И стратегии государственной культурной политики, которая на сегодняшний день обновлена и принята, она позволяет нам увидеть будущее не на один десяток лет. Также в преддверии Дня Учителя в Самаре поздравили юных музыкантов, победителей конкурса профессионального мастерства в сфере культуры и художественного образования «Волжский проспект» и педагогов, благодаря которым удается добиваться высоких результатов. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Жителям Куйбышевского района сделают перерасчет при оплате горячей воды. Об этом заявили в самарском филиале «Энергосбыт плюс». Проблема с качеством воды возникла в домах из-за того, что управляющие организации не выполнили весь перечень мероприятий по подготовке к зиме. Как решают проблему, расскажем в сюжете. Сотрудники самарского филиала «Энергосбыт плюс» провели проверку после жалоб жителей Куйбышевского района на качество горячей воды и выяснили причину загрязнения. 99% домов не имеют грязевиков и фильтров на внутренней системе отопления. Из 330 домов только 60 выполнили промывку внутренних систем отопления. Когда проводились регламентные работы на тепловых сетях, проводилась промывка соответствующим образом. И управляющим компаниям была дана рекомендация тоже промыть внутридомовые сети. Только 60 домов промыли должным образом. Качество теплоносителя постепенно улучшается. За грязную воду потребителям сделают перерасчет. Чтобы не утруждать людей, мы сами отработаем с управляющими компаниями. Они нам предоставят акты о начале загрязнения и когда вода станет чистой. И за этот период мутности воды мы сделаем перерасчет. Также компания приняла решение не разрешать запускать отопление в домах, пока управляющие компании не промоют трубы, чтобы грязь из домов с непромытыми системами не попадала в тепловую сеть и другие дома. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. В Самаре подвели итоги большого автопробега по европейской части России «Культура, патриотика, семья». Путешественники объехали шесть маяков на побережьях всех морей, которые омывают эту половину страны, как северные, так и южные. Особое внимание уделили Мурманской области, где посетили поселок, названный в честь уроженца Самарской губернии. Акция прошла при поддержке Общественной палаты Самарской области. Как вдохновиться и повторить этот маршрут, расскажут наши корреспонденты. 23 дня, 11 тысяч километров и несчитанное количество впечатлений. Таков итог автопробега «Культура, патриотика, семья», организованного при поддержке Общественной палаты Самарской области. Вадим и Людмила – путешественники со стажем, поэтому такое расстояние их не страшило. Главной целью пробега было посещение Мурманска и его окрестностей. В частности, закрытого городка Ведяева, названного в честь легендарного подводника Федора Ведяева, уроженца Самарской губернии. Путешественники привезли туда землю с родного поселка моряка. А взамен привезли памятные сувениры от общественников Мурманска, а заодно пополнили и свою личную коллекцию, добавив песок с побережья Северных морей. С собой, как обычно, привозим различные сувениры, которые мы всегда берем в пути, то есть с разных мест. Я в основном беру песок, то есть я не беру магниты и так далее, я беру песок с места, где я была. То есть с Россией у меня там в районе сотни песков. Также к песку я прикладываю какой-нибудь объект, камень, листочек, бумажечку, чтобы ассоциировалось именно с этим местом. У автопробега была и другая часть – практическая. Путешественники ведут блок, где рассказывают о пройденных маршрутах. После Северных морей они посетили и Южные, сделав полный круг по европейской части страны. В качестве промежуточных пунктов выбирали маяки с интересной историей у всех шести морей. Все свои заметки, советы и рекомендации о различных дорогах по итогам пробега Вадим и Людмила собрали в фильм, который будет представлен на площадке форума общественников «Сообщество». Мы рассказываем о маршруте, мы рассказываем те точки, где можно остановиться, где можно переночевать. Конечно, мы ставим локации, где можно сфотографироваться удачно. Но здесь, на самом деле, если говорить о этом маршруте, особенно трасса «Кола», которая ближе к Мурманску, там, в принципе, любая локация, любая точка – это просто находка для фотографов. Скоро фильм будет доступен на ресурсах общественной палаты Самарской области, чтобы все желающие могли повторить путь и сами открыть для себя необъятные просторы родной страны. А путешественники, которые в прошлом году открывали неизведанные места Приволжского федерального округа, пока будут выбирать направление своих следующих пробегов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самарской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение и пройти вакцинацию. По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа уже сделали более 26 миллионов россиян. Специалисты отмечают, прививаться нужно как взрослым, так и детям. Родители должны понимать степень ответственности, ведь отказывая своему ребенку в процедуре, они ставят под угрозу его здоровье. Женщина выполняет несколько социальных ролей в нашем обществе. Женщина выступает и как мама, и как жена, и как бабушка, и сама, как женщина. И поэтому, конечно же, вакцинация – это один из главных профилактических методов и средств. Потому что мы знаем и народные средства, и лук, и чеснок, и многое другое. Но именно вакцинация поможет нам не заболеть, особенно сейчас, в осенний период. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяет сохранению семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Появление нового человека в семье – серьезное испытание для родителей, особенно если речь о первенце. Поэтому к рождению ребенка будущие мамы и папы готовятся основательно. Читают специальную литературу, статьи в интернете и ходят на специальные курсы. Что советуют жители Самары, расскажем далее. Я не помню, уже это. Ну как, вот ходили тоже в консультацию, там с ними проводили какие-то занятия. Вот у меня дочь так ходила туда, а я-то нет. Многие знания, которые пытаются нам дать наши бабушки, мамы, за что им большое спасибо, конечно. Но есть некоторые знания, которые устарели. И чтобы быть уверенной абсолютно в том, что я делаю благо для своего ребенка, я много чего перепроверила, много чего прочитала и теперь не боюсь. Была книга Спока, а мне кажется, все-таки там вот о воспитании детей. Вот. Мы ее читали. Вот так мы готовились. Во-первых, нужно найти нормальную обеспечиваемую работу, квартиру. Прежде всего, чтобы у ребенка было место, где родиться. Нужно опираться на проверенные источники, такие как книги и всякие статьи. И прислушаться к мнению родственников. Обзавелась специальной литературой, как начиная с беременности и дальше. Вот. Все это изучала. Потом ходила на курсы, когда беременной была. Там нас там даже в роддоме уже, когда родила, нас там обучали мамочек молодых. Нужно готовиться к рождению ребенка, сходив к гинекологу на подготовку, выбрав себе заранее медиатора, выбрав того, подготовив, кто вам будет заранее помогать, потому что помощь будет нужна. Вот. И будучи уверенным в партнере в своем. Они и морально должны быть готовы, и, как говорится, материально тоже, да? Вот это не последний вид. А то получается, как что, вроде дети, это наше счастье, да, наше будущее. А в то же время родители не готовы. У меня вот такой же случай был вот с сыном своим, да. 18 лет – все, любовь, тра-ля-ля. А что любовь? Образований нету. Все это неудобства, все это жизненные коллизии. Сейчас в интернет есть какие-то группы молодых мам, они общаются. Если там ребенок, все равно же к врачам обращаются. Мне кажется, это важно – делиться информацией и узнавать что-то такое для себя. Евреи всего мира отмечают Новый год. Праздник Рош-Хашана длится два дня. За ним последуют 10 дней покаяния, называемые Дни Трепеты и Йом-Кипур. Этот период очень важен для еврейского народа. Иудеи верят, что в это время определяется судьба человека на весь следующий год. Мы побывали в Самарской синагоге и расскажем, как проходит встреча новолетия. «Голова года» – так переводится с иврита название праздника Рош-Хашана. Это наступление Нового года у еврейского народа. Летоисчисление в еврейском календаре ведется с 3761 года до нашей эры, со дня рождения Адама или от сотворения мира. Поэтому в 2024 году евреи отмечают наступление 5785 года. Рош-Хашана – глава года. Это как бы считается, что это день рождения человечества. Это день сотворения, когда это шестой день сотворения мира, когда был сотворен человек. Это вообще как бы день рождения всего живого. Празднование длится два дня. Начинается на заходе солнца. Перед этим женщины зажигают дома свечи. После молитвы все садятся за стол. Трапеза начинается с произнесения благословения на хлеб. Специально к празднику Рош-Хашана выпекают круглую халу с изюмом, чтобы год принес здоровье. Также обязательно на стол подают сладкое угощение. Яблочко с медом – это, конечно, символично. Это знают все. Мы желаем сладкого года. И поэтому мы макаем не в соль, как обычно. Обычно у нас стоит на столе соль. А в этот праздник мы макаем в мед. Специальная вот такая сладкая трапеза. Даже фаршированную рыбу, которую мы всегда делаем, и сейчас мы ее делаем более сладкую. Наступление Нового года еще называют Днем Звучания Шафара. Это музыкальный инструмент, напоминающий иудеям об Агнце, которого принес в жертву прародитель еврейского народа Авраам. Священный бараний рок звучит во время праздничной службы в синагогах, призывая к раскаянию перед Судом Божьим и символизируя утверждение власти Творца над миром в Новом году. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События. Если у евреев принято отмечать Новый год с яблоками, то у русских издавна любимым осенним и зимним лакомством была тыква. Ее называют «королевой осени». Ценят медики, рекомендуют диетологи и любят повара. Из тыквы готовят разные блюда. Необычным рецептом крем-супа поделится Ксения Баканова. Сезон тыквы в самом разгаре. Рыжая царица полей – это настоящий кладезь витаминов. В ней содержится бета-каротин. Он защищает нашу кожу от старения, благотворно влияет на зрение и наш иммунитет. Как приготовить блюдо из тыквы, мы узнаем у шеф-повара. Привет, Денис. Привет. Я к тебе, как обычно, не с пустыми руками. У меня есть вот такая тыква. Что будем готовить? Я думаю, можно из нее приготовить тыквенный крем-суп с креветками. Денис, тут на столе много всего. Что нам понадобится? Для нашего супа нам понадобится, соответственно, тыква, репчатый лук, корень сельдерея. Он придаст такую легкость и свежесть нашему супу. Розмарин, соответственно, креветочки. И вот я уже подготовил ароматное масло, тоже с розмарином. Нарезаем вот такие на мелкие слайсы, чтобы быстрее наша тыква приготовилась. Можно с сахаром сразу, можно сразу с солью, специями посыпать, растительным маслом и запечь. Так будет даже полезнее. Как делается ароматное масло? Берется обычное растительное масло, разогревается, обжаривается с розмарином. И еще, если можно, осталось чешуя от креветок бросать в это масло. Да, и на этом масле уже мы обжариваем репчатый лук и сельдерей. То есть аромат будет вообще сумасшедший. Ясно, это такой лайфхак телезрителей. Запоминаю. Вообще нужно солить и перчать каждый продукт. Ну, то есть он, соль раскрывает вкус у каждого своего продукта. То есть мы посолили лук с сельдерей, сейчас мы посолили тыкву. Убавляем огонь и оставляем минут на 40 на слабом огне под крышкой, и она будет томиться. Денис, а для чего вот у нас эта вода? Она понадобится, то есть мы обжариваем сейчас тыкву с овощами. Немножко заливаем воды, чтобы не подгорало дно, то есть к нашей кастрюльке. Наша тыква с овощами уже приготовилась. Осталось только пробить блендером. То есть, чтобы не было комочков и все надо было. Да, однородность, обязательно. Денис, это такой интересный процесс, а можно я попробую? Да, без проблем, конечно. Главное, костюм только не запачкать. Да, только и надо наклонить. Ради сюжетов мы готовы на все. Но мне кажется, это еще не все. Нет, это не все. То есть у нас тыквенная основа готова. Сейчас мы добавим туда сливки, все это прогреем, и то есть сам суп уже готов. Потом мы будем жарить наши креветки. Они как такая вишенка на торте, но только на суп. Сливок не особо много надо, чтобы не было носом слишком жидким. А сколько процентов должны быть сливки? Ну, тут в зависимости от того, кто как следит за фигурой, то есть можно и 30 процентов, и 20, но не меньше 20, потому что легкие сливки 10 процентные, они нам не дадут ту густоту и то, что мы называем крем-супом. Добавляем наш апельсиновый перец. Слушай, а расскажи, что за апельсиновый перец? Никогда про него не слышала. Чем он отличается от обычного, там, черного? Ну, он с добавлением апельсина, цедры апельсина, цедры лайма. То есть он дает такой цитрусовый, сладко-кислосладкий вкус. Нотка такая? Да. Пусть эта осень будет вкусной и теплой. Ксения Баканова, Денис Келлистратов, Константин Головин. События. Футбольные команды Самарской области сыграли свои матчи в пятом туре группового этапа Кубка России. А баскетболисты Самары одержали первую победу в новом сезоне. Подробности в нашей спортивной рубрике. Накануне состоялись игры пятого тура группового этапа Кубка России по футболу. Крылья Советов досрочно потеряли шансы на выход в следующий раунд, но все равно играли на победу в домашнем матче против махачкалинского «Динамо». Серьезность своих намерений самарцы обозначили с самого начала матча и уже на 11-й минуте вели 2-0. А перед перерывом и вовсе сделали разницу разгромной. Во втором тайме хозяева немного отпустили игру и позволили гостям отыграться. Третий гол «Динамовцы» забили уже в компенсированное время. Ничья 3-3, что привело к серии пенальти, в которой лучше пробили волжане. Крылья победили, но остались на последнем месте в группе. А вот Толятинский «Акрон» еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. Накануне волжане могли оформить досрочный выход в четвертьфинал, но не смогли переиграть на выезде «Питерский Зенит». Все вопросы о результате матча команда из Северной столицы сняла еще в первом тайме, когда отправили в ворота «Акрона» три безответных мяча. Повторить подвиг махачкалинцев тольяттинцы не смогли и во втором тайме еще дважды пропустили. Забить гол «Престижа» удалось лишь на 92-й минуте. 1-5 в поражении «Акрона». Для выхода в четвертьфинал волжанам в шестом туре нужно не проиграть в основное время казанскому «Рубину». Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в новом сезоне «Единой лиги». Волжане в Москве играли против МБА «МАИ». После результативной перестрелки в первой четверти самарцы немного оторвались в счете, но к большому перерыву хозяева сократили этот разрыв. Во второй половине матча гости все время лидировали, но с небольшим преимуществом – в один-два точных броска. Лишь к концу матча самарцы смогли оторваться на 7 очков и сохранили эту разницу до финальной сирены. 86-79 победа «Самары». 12 октября телеканал «Самара ГИС» отметит 17-летие. В преддверии этого события мы подготовили 17 подарков, которые разыгрываем в официальной группе нашего телеканала ВКонтакте. Сегодня разыгрываем сертификат на доставку роллов, пригласительный на спектакль, сертификаты в школу экстремального вождения и в магазин канцтоваров. Для участия в розыгрыше надо подписаться на группу телеканала и сделать репост сообщения о розыгрыше. Уже завтра мы выберем четырех победителей среди тех, кто выполнил все условия розыгрыша. Участвуйте, следите за новостями. Впереди еще много интересных призов. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. В Ленинском районе Самары благоустроили территорию во дворе дома номер 216 по улице Молодогвардейской. Это стало возможным благодаря губернаторскому проекту содействия. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Проект благоустройства называется «Славный дворик». Во дворе уже установили современные качели и карусель. Игровой комплекс, песочницу. Уложили безопасное прорезиненное покрытие. Финансируется проект содействия из трех источников. Физические и или юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет. Заявки на участие в новом сезоне проекта принимаются до 31 октября. Проекты победителей будут воплощены в жизнь уже в 2025 году. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары в своем телеграм-канале сообщают о том, что с 4 по 6 октября в городе пройдет пятый всероссийский открытый парафестиваль – театр «Территория равных возможностей». В нем примет участие более 30 творческих коллективов из 12 регионов России. В постановках задействованы люди с особыми возможностями здоровья. Вход на представление бесплатный по предварительной регистрации. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале информирует жителей о временном отключении горячего водоснабжения в квартале улиц Пензенская, Дачная, Тухачевского, Владимирская. Горячей воды не будет с 10.00 4 октября до 10.00 5 октября. Администрация Красноглинского района Самары в своем телеграм-канале опубликовала расписание спортивных занятий на свежем воздухе, которые проводятся для всех желающих. Тренировки проходят на стадионах, спортивных площадках или на территориях школ района. Жители могут выбрать любую удобную локацию. Расписание составлено на всю следующую неделю. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова